В составлении амгонеза мы с вами потренировались. Миндель старается разобраться, как передают, сразу два признака. Окраска семени и форма семени. Поэтому берет следующие два чистых золота. Это гладкие горошины. Миндель предположил, что совершенно правильно предположил, что цвет в данном случае будет определяться одним геном, а форма поверхности горошины другое дело. И спрести он с другим сортом, который всегда образует зеленое горошины с морщинистой поверхностью. Зеленое морщинистое. Это было родительское поколение. У гибридов это один. Все потомки оказались лодные, что не удивительно, и гладкие. Что можно сказать про второй ген? Какой признак доминант? Ладно, доминант на машинской лице. Вот это две чистые линии. Значит, можно выписать генотипы родителей. Этот родитель. Двойная доминантная помощь живота. Этот родитель. Двойная перецессивная помощь живота. Это половые клетки гамметы, которые они могут производить. АВ. Они везде АВ. Ну, в первый случай небольшой, демантный. А здесь понятно, что только единственный тип гамметы. Здесь нет гетерозиводных генов, значит, один гетерозиводный тип гаммета. Значит, вы знаете, что... Значит, все ребята в F1 будут двойными гетерозиводными. А теперь, собственно, F2. Вы пишите гамметы, которые могут образовывать такие организмы. И составьте решеточку генета. Как строить решетки генета? Мы с вами вчера выписали правила построения решетки генета. Составьте решеточку генета, описывающую скрещивание двух организмов F1. Посмотрите, сколько разных типов потомков может быть получено. Решетки каждого клеточку делайте крупными. Потому что следующее задание будет вот такое. Когда составили решетку, я вас прошу в каждой клеточке списать, а как внешне выглядит такой гигриф. Какой он? Среди этих потомков желтая плотка, зеленая плотка, желтая морщинистая и, если у них, зеленая морщинистая. Ваша задание – сколько, каких? По сумме у вас получится 16 вариантов. 9, 3, 3, 1. Из 16 вариантов 9 участников в желтой плотке, 3 – зеленая плотка, 3 – желтая морщинистая или 3, 3, 1. Если бы вы уже учили алгебру и знали бы некоторые алгебрические формулы, я вас попросил увидеть в этом соотношении квадрат сумму. Квадрат сумму. Какое, собственно, выражение мы возводим в квадрат? Что там у нас? Да, 3 плюс 1. Моногибридное скрещивание для гетеро-зюбов. Раскладывается в афронную 3 к 1. Здесь мы берем 1, 3. А здесь мы берем 2 признака. У нас на каждую клеточку в читке надо рассчитать еще 4 варианта, которые будут приходиться. Откуда возьмутся еще 4 варианта? А это 4 варианта, которые до следующих дел. То есть выражение 3 к 1 возводится в квадрат. Унажаем самому себя на 4 варианта. Тогда получим 9, 6, 1. Квадрат 1, квадрат 3. 9. 9. 2 А, Б. 6, 9. Вот они. 3 и 3. А умножаем на Б. А умножаем на Б. Что получилось? А умножаем на Б. Что получилось? Число какое? Число какое? Вот здесь. 3. Число переходим. Тройка. Тройка сколько раз у нас? 2. Два раза. 2 А, Б. Вот она. 2 А, Б. 2 А, Б. А, присоединение количество квадрата. 2 А, Б. Квадрат. Квадрат второго участника. Вот это вот. Единица квадрата. Единица. Единица. Вот она. А теперь вопрос. А если бы я брал не два признака, а три признака? Куб. Да. Это было куб суммы. То есть на самом деле, как вы видите, в данном случае сейчас работают чисто математические закономерности. Как бы про это на то же это? Что вы вполне поняли? Мы рассчитываем вероятности тех или иных процессов. Скажите, а обязательно ли 100% шерматозоидов доплывет до янцикля? Нет. Нет, не обязательно. А это значит, в реальной природе, вот не в расчетке на доске, а в реальной природе, когда-нибудь мы получим точно целочисленное отношение и больших спадриков. Нет. Тут у них процесс повезет. Нет, конечно, мы будем получать что-то типа, что-то в районе. Но никогда не точно с падением числа. Точность с падением числа была только в математике. В реальных жизненных процессах всегда у нас будет некоторой вероятность приближаться или удаляться от расчетного значения. А теперь показываю полосы. Забываем, что в данном случае имеем два признака. Пробуем посмотреть, как в этом нашем эксперименте распределилась только одна форма. Я закрываю свет. Смотрим, сколько было? Латин. Двенадцать. Двенадцать. Сколько морщин? Четыре. Четыре. Двенадцать четырех. Форма должна была распределиться три к одному, так и распределилась три к одному. Забываем про форму. Оставляем только цвет. 12 желтых, 4 зеленых. Цвет как должен был распределиться 3 к 1, так он распределился. Вот на этом основании Мендель формулирует второй закон. Второй закон Менделя. При полигригном скрещивании распределение признаков потомков по одному гену никак не влияет на распределение признаков по второму гену. Поэтому на самом деле решение всех задач на второй закон Менделя, на полгибригинальной скрещивании, сводится к решению задач на первую задачу. Но просто поскольку каждый признак ведет себя так, должен вести себя по-тругому закону. Они не влияют на то. Теперь какие-нибудь вопросы от фантазии части остались? У нас это грустная история. Да-да-да. Грустная история с Менделью следующая. После того, как он... Вот это вот все главные его работы, все главные его результаты. А сошли? После того, как он эту работу в своей жизни, поскольку его опубликовал, назвал на книжечку «Опыты над растительными гибридами» и отправил ее в Афтерийскую Академию Наук, в Венгрию. В Академию Наук получили эту работу, пожарившись речами, потому что в те времена какие-нибудь ботаники занимались ли математикой? Нет. Нет, никогда. Ботаника – это описание, теперь всего, внешности растений. Описание свойств растений. А какой-то подсчет, какая-то математика, просто совсем к ботанике никакого отношения не имела. Ну, в Академии Наук пожарили причами, поскольку люди серьезные, ну, сказали, ладно, давайте вашу работу проверим. Страна наук, что-то вы написали. И рождали для проверки самым разным ученым, в том числе и самому мендеру. Мы попросили провести работу не на Галактике, а на других растениях. И ни один из ученых не получил подтверждения мендерских договоров. В результате сам мендер, в конце своей жизни, убедился в том, что ничего серьезного он не сделал. Что занимался он чепухой. И что никакой закономерности он не открыл. Потому что повторные эксперименты не подтвердили этого результата. Ну да, она короче получалась, а в остальных случаях не получалась. В чем дело? Генетика наукового передачи признаков на самом деле исключительно сложная. Признаки передаются очень сложными путями. Почему я сказал, что мендеру повезло здоровому? Он попал на такое растение и на такие признаки, которые передаются простейшим образом. Такие признаки с тех пор так называют мендерирующие. Вот наследование этих признаков полностью подчиняется закону мендера. Менделирующие признаки. У нас с вами, у людей, допустим, только меньше четверти признаков менделирующих. Какие? В списке, если интересно, можете взять в интернете, в гугл, наберите слово-сочетание мендерирующие признаки у человека, и получится быть. Если вам интересно учить несколько тысяч названий, ничего для вас не говорящих признаков, ну, ради богу, коль, можно это назвать. А остальные наследуются по значительно более хитрым законам, которые мы с вами разберем. Но эти законы отменяют ли мендерские расчеты? Нет. Нет, точно так же, как алгебра не отменяют. Один из случаев нарушения мендерских законов мы с вами тоже разобрали. Неполное доминирование. При неполном доминировании получили ли мендерское соотношение к рекордновам? Отменил ли это, по сути, мендерскую работу? По сути, нет. Нет, никак. Когда ученые слишком сильно опережали науку своего времени, он провел блестящую работу, получил интереснейший, важнейший результат. Но дело в том, что он вырвался слишком далеко вперед. Его коллеги его поймут или нет? Нет. Нет, они его просто не поймут. Какая дальнейшая судьба такой работы? До того момента, пока наука не разобьется. Ребят, это важно. А все ли эти работы потом оценены лучше? Да. Нет, не все. Если бы до сих пор в истории наук гигантское количество тех работ, которые когда-то, иногда века назад были сделаны, не поняты, не оценены современникам, после этого никто к ним не вернулся. Вот просто никто не вернулся. А, нет, они потом кто? Поэтому я вам и говорю, что человек, не знающий истории наук, он и современной наукой будет заниматься плохо, однобоко. Он не будет понимать, откуда взялись выдвинутый целью современной науки. Он не будет понимать, каким дальнейшим задачам его наука переходим на клое. Какие вопросы? А с медленным годом эта история произошла? А с медленным годом эта история произошла. Все эти работы с расчетами соотношения гибридов на полвека были выброшены. Никто таким расчетом больше не занимался. А за эти полвека сделала большие успехи наука о строении клетки в столбе. Научились прокрашивать ядро. Разобрали, что при делении клетки там внутри ядра какие-то палочки сходятся-расходятся, выстраиваются какие-то компании, потом расходятся к плюсам. То есть какой процесс был описан? Мидос. Мидос. Мидос, миоз. Мидос, миоз, мы правда не до конца разобрались еще. Но в начале 20 века уже стало понятно, появилось слово хромосомы в начале 20 века, их просто увидели в микроскопе. И было предположено, что в хромосомах хромосомы как раз как-то связаны с передачей наследственной информации по поводу. Почему вернули к ней никто не вспомнил? Совершенно другой ученый, голландский ученый Гуга де Фрис. Он совершенно самостоятельно провел эксперименты, в которых получил те же численные соотношения, что и у меня. Гуга де Фрис. Но, как любой настоящий ученый, не потому, что он был такой честный, порядочный, хороший, то есть он был разумеется честный, порядочный, хороший, но кроме этого он был настоящий ученый. Хорошо, настоящий ученый делает некоторые открытия, что он при этом в первую очередь делает всегда. И проверяет. Проверяет, проверяет. А что на эту тему сделано вдоль него? Ведь не дай бог, вдоль него была сделана подобная работа. Дальше. Не зная об этом ученый, публикует свои результаты. Все, на своем научном имени можно ставить крест. Его обвиняют в плагиатии. Его обвиняют в плагиатии, и вы никогда в жизни не отмоетесь. Что я ничего не знал, что это случайное совпадение, тем более в сложных расчетах. Что проще допустить, списывание или случайное совпадение? Конечно, списывание. По этому, занимаясь чем-то новеньким, получив интересный результат, всегда в первую очередь проверяется, что в этой сфере сделано удалось. И в ОБД Крис находят работу ОБД Крис и в своей работе реанимируют имя Менделя. Менделя к этому времени живут. В результате большую науку в имя Менделя возвращаются после работы Декриза. И вот это оказывается очень вовремя. Потому что вся биологическая наука целиком уже созрела, уже дошла до необходимости математических расчетов на тему передачи признаков. В результате, начиная с 10-х лет 20-го века, бурно развивается счетная генетика во всех европейского типа странах. Кстати, одна из самых сильных первоначальных школ генетики, в какой стране мира, по сути, делала две сильнейшие школы. 10-е и 20-е годы Германия. И более сильная, чем Германия, Россия. Россия сильнейшая. На самом деле, вся генетика популяции, именно к феории эволюции, имеет отношение именно к генетике популяции. Она сделана здесь, в 20-е годы. Но, как часто бывает в нашем многострадальном отечестве, судьба развития всего на свете, в том числе науки, здесь малопредсказуема, поскольку очень зависит от идеологии. Сейчас у нас очередной виток, когда наше общество пытается из безбуховного превратить в духовное. Примерно то же самое, как в 20-е и 30-е годы было. Из буржуазного наше общество превращали в идеологически правильное коммунистическое. На самом деле, слова духовные и коммунистическое здесь не важно. Важно, что объявляют, что бывает знание правильное и знание неправильное. Такое уже бывает. Неважно, какое знание называют правильное. Если у вас проведено деление на правильное и неправильное знание, это прямым кодом возвращения в средневековое. Когда мы делим на команду своих, команду чужих, по принципу, эти у нас правильное, а значит марш, а эти неправильное, значит вредник. Так мы делаем, так мы не делаем. Вот, ребята, наука во все времена была устроена совершенно иначе. В науке не бывает правильное науке и неправильное науке. А бывает корректное рассудение и некорректное. Вот это раздражение. Генетика была, это одно как и кибернетика, кстати. В Советской России, в Советском Союзе объявлено буржуазными уже науками. Исследования на эти темы были запрещены. Лаборатория разогнана. Люди, которые вели эти исследования, а это были ученые с мировыми именами. Лишили своих рабочих мест, а многие из них были просто подразумны. В частности, такая была судьба одного из знаменитых генетиков. Начало века Бабиевого. Тимофей Борисовский был вынужден не возвращаться из своей рабочей лаборатории в Германию. И так и остался в Германии. Очень долго там работал, в Советский Союз не возвращался. Он собирался выженеться в Советский Союз. Но один из его коллег, знаменитейший биолог Кольцов, написал Тимофею Борисовскому в Германии, что коллега, вы выбрали самый болезненный способ самоубийства. Если вы хотите вернуться в Советский Союз сейчас с вашими работами, то это будет самый болезненный способ самоубийства. Ну и в результате, до победы Второй мировой войны, смотрел Тимофею Борисовскому, так сидел в Германии. Потом он был вывезен в Советский Союз, уже насильно, и долгие годы работал как военно-пленный, он работал в Шарашке, то есть как заключенный. Таким премиумным образом наше Отечество обходилось в такой Шарашке.